Для России наступает черная полоса. Негативные новости для Кремля приходят буквально со всего мира. Страны Запада решили резко увеличить поддержку Украины. Но если здесь еще ничего неожиданного не произошло и все развивается вполне предсказуемо, как и предупреждали, то на противоположном фланге начались для России по-настоящему неприятные сюрпризы, так как государства и режимы, которые Кремль считает дружественными, которые Кремль даже считает союзными одно за другим, стали открыто заявлять о своей поддержке Украины, о поддержке территориальной целостности Украины и политику России, российскую агрессию, стали открыто осуждать. К примеру, с таким осуждением внезапно выступил президент Сербии Вучич, которого в России называли там уже чуть ли не братушкой, а он прямо заявил, что Крым и Донбасс это Украина, и Сербия, соответственно, выступает против российского вторжения в нашу страну и поддерживает нашу территориальную целостность в границах 1991 года. Для нас Крым это Украина, Донбасс это Украина, и это останется так, заявил Вучич. Это заявление тут же вызвало вполне ожидаемые и предсказуемые припадки истерики у российской патриотической общественности, которая уже записала всех сербов в предатели, но, как оказалось, это была только прелюдия, потому что вслед за этим сразу же последовал новый удар в спину, и от кого? От новых союзников России, от Ирана. Иран прямо заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма и других областей Украины. И понятно, почему было сделано это заявление, неких иллюзий по поводу какого-то теплого и дружественного отношения к Украине со стороны Ирана. Конечно, здесь ни у кого нет, мы помним, что Иран поставляет России оружие, но понятно, почему они сейчас делают такое заявление. То есть Иран посмотрел, он посмотрел, что Россия проигрывает, он посмотрел, что шансов нет, что Россия превращается в мирового изгоя и не захотел быть вот в этой команде проигравших. То есть развернись, ситуация по-другому, может быть, Иран бы и признал вот этот захват украинских территорий, если бы он увидел, что российская армия сильная, что она действительно, Россия там как-то, как говорится, может заставить Запад пойти на свои условия, после того, как они посмотрели на этот позор Путина и вообще все его команды, увидели слабость России, увидели абсолютный вот этот вот ее статус изгоя, который сейчас она приобретает, и они решили, что, конечно, связываться с такими союзниками не стоит. Поэтому их позиция чисто прагматична. Это не из-за любви к Украине, мы не будем питать иллюзии, это просто из-за понимания слабости и никчемности нынешнего российского режима. Но и этим также не кончилось. Кроме того, вчера Европарламент проголосовал за создание трибунала над Путиным и Лукашенко, причем больше всего российских патриотов возмутило то, что за этот трибунал проголосовали правые партии из европейских стран, которые были раньше в целом лояльно настроены к России. Ну, вы знаете эту историю, что европейские правые долго симпатизировали Путину, говорят, что многие даже брали у него деньги, и россияне рассчитывали, что вот на них-то они точно смогут в Европе опереться. Да не тут-то было. Оказалось, что и правые побрезгивали вообще иметь какое-либо теперь отношение к России, хоть как-то ее поддерживать. И правые в Европе тоже сейчас активно голосуют против Путина и против России. По этому поводу у российских шовинистов случился очередной припадок. Вот, например, известный шовинист, российский публицист Егор Холмогоров написал у себя в телеграм-канале вот такой пост. Самое поучительное, что за этот шутовской трибунал проголосовали так называемые правые, Лига и Партия Свободы. Видимо, пытаются оправдаться за получавшуюся из Москвы поддержку. Мразота! В отчаянии пишет Холмогоров. А на самом деле происходит совершенно очевидное и, наверное, даже и не нужно объяснять, что. Потому что и россияне, я думаю, сами все прекрасно понимают. Во-первых, руководство России и сама Россия уже настолько стали токсичными, что даже те, кто раньше допускал какое-то лоббирование интересов Путина, какие-то формы сотрудничества, сейчас, глядя на то, что делает Россия, глядя на удары по гражданскому населению, по гражданской инфраструктуре, попытке вызвать гуманитарную катастрофу, уничтожение многоквартирных домов с людьми, они поняли, что все, это табу. Это, знаете, как в криминальном мире, то есть даже среди преступников есть тоже свои понятия, есть свои элиты, то есть люди, которые там пользуются каким-то уважением, а есть даже в криминальном мире изгои. Это те, кто, ну, вы знаете, да, нехорошо себя ведет по отношению к женщинам и детям, и их даже презирают вот в этом криминальном мире. Так и здесь. То есть даже среди стран-изгоев, каких-то стран вот таких вот с такими неоднозначными режимами, как видим, имеется свой какой-то вот еще клуб изгоев, да, и вот Россия стала страной-изгоем среди стран-изгоев. Такая тавтология. Но это очевидно. Из-за слабости, из-за токсичности, из-за неадекватности российских руководителей мы видим такую ситуацию. И в этой ситуации, конечно же, ни о какой победе вообще не может быть и речи. Я не представляю, на что они вообще рассчитывают дальше. Потому что без поддержки, без союзников невозможно выиграть никакое противостояние. А здесь союзников нет. Здесь все посмотрели, что такое Россия и Путин. Все испытывают закономерное отвращение. Поделитесь, пожалуйста, этим видео. Это крайне важно. И подписывайтесь на канал.